Мы решаем уравнение H7x, равняется E в силу x, то что мы называем стационарным уравнением решения, это практически еще раз повторяем, уравнение, на самом деле, собственно, демоксерератора Гаммитона. А оперератор Гаммитона я представляю в виде, повторяю, одномерная задача, значит, это px в квадрате на vm плюс v от x, специальный элемент, здесь x, просто одна координата. Ну а по-другому, если оператор px сюда поставить, это будет минус h квадрат на vm, d2 от x дважды, плюс v от x. Ну, сейчас, значит, это некое потенциальное уравнение второго порядка. Ну, конечно, его решение зависит от вида потенциальной энергии, ну, давайте мы начнем вначале с простых задачек. Первая задачка – это движение в кусочном постоянном потенциале. Движение частицы в кусочном постоянном потенциале. Ну, кусочный постоянный – это термин, это значит «постоянный на кусочках». Итак, пример кусочного постоянного потенциала. Я несколько примеров приведу сразу. Итак, v от x, x. Это, скажем, одномерная потенциальная яма. Одномерная потенциальная яма. Ну, ее по разу можно задавать, ну, скажем, вот так я ее задам. Вот симметричная такая потенциальная яма v от x. То есть, у вас пожирнее. То есть, видите, здесь можно ввести несколько областей, где потенциал постоянен. Значит, область 1, область ямы 2, область 3. Ну, в области 1 и 3, это область вне ямы, ну, и область 2 – это область ямы. Потенциал в областях 1, 2 и 3 – это константа, но, конечно, константа, которая зависит от того, в какой области мы работаем. Значит, потенциальная яма, потенциальная яма, ну, в данном случае она симметричная, одноверная симметричная потенциальная яма. Значит, мы можем говорить о глубине ямы, v0, скажем, обозначить, v0 – глубина ямы, ширина ямы, ну, вот я ее, ну, здесь нарисую, а обычно различается ширина а, ямы а. Вот стандартная, одна из стандартных задач в антомеханике в случае одномерного движения. Далее, да, кстати, яма может быть бесконечно глубокой, то есть когда v0 у вас стремится к бесконечности, бесконечно глубокой ямы может быть. Ну, я думаю, что вы как догадываетесь, да, вот здесь ямы конечной глубины, можно вообще, как-то выбраться, из бесконечно глубокой ямы выбраться вообще нельзя. А, кстати, интересно вот эта вот ситуация, выбрался из ямы, вот, или не выбрался из ямы. Я в том, что если вы из ямы не выбрали, а совсем вы выбрались из ямы, там, туда, то есть они идут налево, направо, пошли, ля-ля-ля-ля, у вас движение становится похожим на свободное. Ну, правильно, я имею в виду свободное из ямы. Движение будет похоже на свободное. Я сразу перевожу этот бытовой язык на язык в антре выходе. То есть движение, если вы будете, значит, вы как бы выйдете из ямы, вашу ночь вышел из ямы, ну, в данном случае это будет соответствовать энергии больше нуля. Энергия больше нуля. А энергия меньше нуля, это вы в яме, как бы, да? Ну, вот энергия, при энергии больше нуля, ну, скорее всего, у вас, так соображаем еще, скорее всего, спектр будет сплошным. Потому что для свободного движения, я напомню, для свободного движения у вас только физическая энергия работает, а она равна, то есть квадрат на 2, м, при любом, при любом, при любом, при любом, при любом. А значит, спектр сплошной. Ну, у меня об этом еще будем меньше говорить. Ну, а вот для состояния внутри ямы, у вас спектр будет дискретный. То есть там будет набор, дискретный набор состояний в яме. Ну, кстати, вообще сразу вопрос возникает, вот яма конечной глубины, сколько тогда состояние нужно влезть в эту яму? Тоже, ну, это логичный вопрос. Ну, оказывается, всегда, на мерной яме любой глубины всегда один уровень, ямный, скажем, мы его назовем, хотя бы один, да будет. Ну, а чем яма будет лучше, тем большее число уровень туда влезать. В кавычках. Ну, и так ясно, что вот для... То есть это пока не интуитивные соображения. Но, понимаете, все всегда, при решении любой задачи, вот интуитивные соображения, они, конечно, огромную роль играют. Это означает, что вы ждете отточного решения вот того-то, того-то, того-то. То есть вы как бы угадываете решение. Итак, да, ну, если яма будет бесконечно глубокая, вот, то обычно дно ямы вот сюда помещают, да, вот, почему-то, потому что если она бесконечно глубокая, то как бы вот наличие этих вот стеночек, этих уголков не согласуется с ее бесконечной глубиной. Поэтому обычно бесконечно глубокую яму мы с ним таким образом рисуем. Вот так ее изображают, бесконечно глубокую яму. И вот тогда потенциал, потенциальная энергия, точнее говоря, за пределами ямы считается бесконечной. Вот это будет бесконечно глубокая яма. А в яме потенциальная энергия, ну, равна. Тоже об этом мы, кстати, с бесконечно глубокой ямой и начнем все наши задачки. Идем дальше. Еще какой вариант? Ну, это, скажем, двухъявный потенциал. Двухъявный потенциал. Вот, между прочим, одноъявный потенциал, причем, ну, не обязательно вот эти пребоубойные, как бы, одноъявный потенциал, это может быть потенциал, произвольная форма, вообще говоря. Одноъявный потенциал в квантомеханике очень часто моделируют конкретно физические задачки, которые могут и не относиться к одномерному миру. То есть, задачки не из одномерного мира. Вот, эта задачка, скажем, о локализации частиц, ну, в принципе, какой-то привязи. Дальше. Это, скажем, задачка о, вообще, олумных состояниях, например, электрон в твердом теле, да, локализующийся на атом. Если ваш электрон локализован в области с конечным размером, ну, это мы, значит, сразу соображаем, ага, значит, фактически он движется какой-то ямой. Какой-то ямой. Ну, если мы его оторвем, скажем, от атома, то есть, ионизируем атомом, это значит, мы его выведем из ям, и он куда-то поетилен свободный такой там, ялят там и так далее. Двухъявный потенциал. Двухъявный потенциал – это простейшая модель двухатомной молекулы, когда будет двухатомной молекулы. Действительно, для реального атомного потенциала, если его все-таки мэппинг сделать, то есть, проектировать на, пространство с размером с единичкой, то есть, потенциал как-то вот так лично рисует. То есть, это бесконечно глубокая яма, но еще такая непрямоугольная. Ну, а если у вас двухатомная молекула, значит, вот рядышком еще такая же яма, вот примерно картина двухъявного потенциала, который моделирует потенциал двухатомной молекулы. То есть, электрон тогда у вас, скажем, может, либо в этой яме находиться, будучи локализованной, значит, на одном из атомов молекулы, либо в этой яме, вот, либо может еще как-то туннелировать между ямами, но об этом мы можем не говорить. Итак, двухъявный потенциал. Ну, на, в школьном уровне, когда обычно я посмотрю красивую картинку двухъявных, это вот такого типа картинка. Значит, вот у вас одна яма, ну, вот симметрично расположена другая яма. Вот так. Двухъявный потенциал. Двухъявный потенциал. Ямы конечной глубины, ну, и симметричная здесь картинка, то есть ямы на одинаковом расстоянии у центра, ямы конечной, одинаковой глубины, одинаковой ширины. То есть, ясно, что в этой задаче, кстати, как и в этой, ну, собственно, как и в этой точке, вот, только относительно этих точек, у вас есть симметрия, связанная с пространственной инверсией. Симметрия, связанная с пространственной инверсией. Мы ниже одну хорьеренку докажем, связанную вот с учетом симметрии, которая нам будет сильно помогать. Итак, двухъявный потенциал. Ну, ясно, что можно ввести с трехъявный потенциал, с четырехъявный потенциал, с многоъявный потенциал. скажем простейший модель твердого тела а у вас литейского масштаба бесконечное количество я ну или по крайней мере 10 21 кубический сантиметр я и очень часто характерные свойства поведения скажем электроны в твердом теле ну как-то каким-то образом описать увидеть что берут одноявный вернее многоявный но одномерный потенциал очень часто называют потенциал пенни это вот просто набор я ясно что для такого потенциала вы вот я рисую здесь вы видите трансляционную симметрию трансляционную симметрию в данном случае вот этот вектор это вектор а это будет как раз период трансляции период трансляции потенциал пенни вот скажем появление зоны структуры тел сон структуры зоны энергетической сейчас реагируется потенциалом пенни далее вот я перейдем к барьерам и так такие еще задачки тоже одноверные популярны это потенциальный потенциальный барьер я тоже два типа это такая стенка здесь у вас здесь у вас x откладывается и так вот здесь область 1 и область 2 в области 1 в область 2 в 2 равняется в 0 скажем это высота барьера вот так вот опять же видите кусочек постоянные кусочные постоянные потенциалы постоянные на этом то есть при x меньше нуля и постоянные при x больше нуля значит барьер потенциальный слух это ведь вас нет стенка то что лучше следа потенциальный барьер бесконечной ширины мы можем его сделать барьер от конечной ширины потенциальный барьер он пожалуйста специальный барьер конечной ширины тогда здесь еще 3 и такого типа задачи они как раз встречается задача осеяния задача просеяния то есть фактически задача прохождения частицы иногда говорят на барьером или по барьеру то есть представьте себе вот у вас частица движется слева направо ну пока она не знает не ведает у существования барьера это свободно двигающаяся частица она налетает на препятствие что с ним произойти во первых она может отразиться и кроме того может пройти через барьеру пройти через барьер понятно что если энергия частицы выше чем высота барьера в 0 ну тогда движение будет более-менее похожим на свободно опять же убежать также как я не кстати то есть если я бы нас вижу цена я бы по энергии там случайно больше нуля она конечно чувствует я бы это некое предатель тоже для но здесь очень такая же картина если барьера я двигаюсь на частичку понятно что я боюсь чувствовать это поедут влиять на моё движение как ему скажет вот тем не менее она может остаться движением таким же далеки как бы и пенератором движением делакализованным движением движением близким похожим на свободы по крайней мере вдали особенности от этого дефекта мы будем иметь снова состояние похоже на свободное движение ну а если у вас энергия частиц будет меньше чем высота барьера точку зрения классики вы просто натолкнулись на барьер и остановились так ну а в кантомеханики не совсем так конечно в кантомеханики вы можете просочиться через барьер то есть у вас будет отражение отражение ну так же как в классике вы шарик бросаете а дальше продолжить движение на больших расстояниях эффекта очень свободные частицы хотя конечно амплитуда и просто интенсивностная характеристика амплитуда и гороятости должна уменьшиться понятно что я прошел этот дефект я что-то должен я потеряю амплитуду гороятости вот ситуация с барьером конечно формы могут быть очень постоянного потенциала более причудливые пожалуйста может сочетание быть но первых явно могут быть не симметричную каждую я бы под саму киси дальше вот эта яма тоже может или какой-нибудь профиль сложный какой-нибудь вот такого типа и тогда даже может быть сочетание ями барьера вот ну понятно в общем случае надо какие-то принципиальные вопросы решить но все остальное тоже эти детали конкретные задачи связаны с конкретной задачи итак начнем мы с вами решать вначале с неких общий свойств одномерного движения в высочно постоянном потенциале ну вот я пообещал одну маленькую теоремку доказать вот она нам сейчас пригодится как раз в связи с рассмотрением симметричных потенциальных явных барьеров итак маленькое отвлечение в сторону представим себе что у вас потенциальные энергии причем эта теорема будет работать как в случае одномерном так и в произвольном случае представим себе что у вас есть некое преобразование которое является преобразованием симметрии что это означает это означает что преобразование ТЖ помутирует с оператором Гаммитова вот такого типа преобразования мы называем преобразованием симметрии мы с вами об этом уже говорили так вот я хочу сейчас получить некое простое свойство которое следует из вот этого коммуникационного соотношения это свойство оператора преобразования симметрии я докажу что если функция пси является собственной для оператора собственным значением е то функция пси штрих равная ТЖ на пси тоже является собственной для оператора с тем же самым собственным значением вот это очень важный вообще на самом деле результат и так значит для этого я проверяю действую оператором H на функцию пси штрих и так равняется H ТЖ Пси равняется но H и ТЖ видите они коммутируют значит можно их переставить и ставить и так это будет ТЖ H Пси но H на Пси я знаю это Е на Пси Е это число значит я его могу перетащить через оператор так что в результате я получу значит Е я вытаскиваю Е на Пси штрих что я доказал то есть видите H на Пси штрих равняется Е на Пси штрих то есть я доказал что функция новая вообще говоря функция которую я построил с помощью преобразования симметрии является функцией которая продолжает быть собственной для оператора H с тем же самым собственным значением таким образом зная преобразование симметрии мы можем строить вообще говоря новые собственные функции мы на самом деле этим пользовались помните когда мы строили пирамиду пирамиду мультиплеты строили мы строили эти мультиплеты с помощью операторов повышения и понижения но я вам напомню что оператор повышения и понижения это практически генератор поворотов генератор поворота и он непосредственно связан с преобразованием поворота более того мы с вами показывали что оператор преобразования поворота выражается через момент коричневого движения то есть через генератор поворота естественно поэтому из условий коммутации оператора Гаммингтона и оператора преобразования поворота следует условий коммутации H с моментом ну или наоборот все одно и таким образом процедура построения мультиплетов она на самом деле находится в полном согласии с нашей теореткой простенькой теореткой и так ясно что в большинстве случаев вот это преобразование является привиальным то есть в большинстве случаев действие оператором ТЖ на ПСИ мы получим ПСИ ту же самую функцию ту же самую функцию ну с точностью до скажем какого-нибудь там множителя типа минус один то есть действие этого оператора преобразования может быть тривиальным ну давайте посмотрим просто как это будет реализоваться на практике ну вот скажем для нашей задачки вот прямо теперь посмотрим как работает эта теорема итак у нас есть потенциальная энергия V от X которая обладает простой симметрии видите V от минус X равняется V от X ну и кроме того ясно что химическая энергия видите здесь D2 по DX дважды она тоже не меняется при преобразовании при замене X на минус X то есть при операции инверсии при операции инверсии операция инверсии ну очень часто операция инверсии обозначает P я так P большой я так ее и обозначу то есть фактически это вот что будет обозначать что оператор преобразования инверсии я уже повторяю рассматриваю конкретный случай одноявного потенциала с семитичной прямоугольной ямы ну кстати такого типа симметрии может соответственно обязательно вот такой красивый яме да но ямка может быть более сложным так лишь бы она обладала по симметрии то есть это более общий результат он касается вообще говорят многих всех симметричных относительно замены х на минус х ям он что это означает это означает фактически четность потенциальной энергии то есть если в операторах P записать что означает что преобразование P вставляет P в покое то есть P P минус 1 равняется P вот что это означает то есть оператор P не меняется при преобразовании инверсии ну а что мы можем сказать что если вот интересно смотрите если функция X это есть решение уравнения Шредингера то есть собственная функция оператора Гаммельтона то функция P на Psi от X тоже будет собственной функции с тем же самым собственным значением с тем же самым собственным значением ну а что это означает функция P Psi от X это есть Psi от минус X Psi от минус X то есть функция Psi от X и Psi от минус X будут решениями ну что это означает? это означает фактически возможность введения функций которые являются четными и нечетными относительно преобразования четности к нашему и так я вместо функции Psi от минус X и функции Psi от минус X перейду к их комбинациям линейным давайте договоримся выбирать функции нормированными на единицу я введу две комбинации Psi G обозначу комбинацию единица на корень из двух Psi от X плюс Psi от минус X и функцию Psi от минус Psi от минус Psi от минус X ну легко видеть смотрите что функция Psi от минус X она как будет писать? давайте посмотрим как она ведет себя при иммерсии ну понятно что так вот здесь вот Psi от X переходит Psi от минус X, Psi от минус X Psi от минус X Psi от минус X Psi от минус X просто перешла сама в себя. А вот функция ψу, она перейдет в минус ψу, то есть она поменяется. Но для меня очень важно то, что функции эти ψG и ψу, они связаны с определенными. Дело в том, что функция ψ и ψ минус ψ, они соответствуют одному и тому же собственному значению. Поэтому в результате я могу характеризовать состояние наших, вводя чётные и нечётные функции ψG и ψу. Вот это запомню. То есть во многих случаях можно сразу же вместо функций ψ и ψ минус х вводить функции ψG и ψу. То есть заранее угадать частично движение. Итак, поехали дальше. Общее свойство одномерного движения в кусочном постоянном потенциале. Давайте рассмотрим области. Я вот условно введу область 1 пока так, где потенциал константа, и так потенциал v в х константа, и равняется, ну давайте я обозначу v просто. Итак, я рассматриваю область, я условно обозначил 1, но еще то же самое и справедливо для области 2, для области 3, потенциал константа. Ну, раз ты можешь быть здесь константа 0, здесь скажу, минус v 0. И дальше я буду рассматривать два случая. В случае e больше v, вот в случае a, e больше v, и в случае v, e меньше v. Давайте я перепишу уравнение Шренингера, еще раз, и так, минус h квадрат на 2n, d2 под x2, плюс v под x, psi равняется e psi. Давайте перепишем это в уровне следующим образом, я перетаскиваю это слагаемое налево сюда, дальше я поделю, собственно, левую и правую часть, на минус h квадрат на 2n, тогда я перепишу, так, d2 под x2, плюс, здесь, значит, я делю на минус h квадрат на 2n, значит, здесь будет e с минусом пойдет сюда, да, e пойдет с минусом, я делю на минус, значит, e с плюсом будет. Итак, здесь будет такая комбинация, 2m на h квадрат, я делю все на h квадрат на 2n, да, e минус v от x, так, скобка закрывается, psi от x, равно нулю, вот так вот будет записано это уравнение. Ну, давайте здесь, правильно, и что, а в одну, вот это уравнение. Так, далее, я введу новую величину, давайте я ее обозначу так, значит, я ее обозначу k квадрат, и так, я ввожу величину в k квадрат, равную 2m на h квадрат, e минус v, ну, и тогда я переписываю уравнение в виде d2 под x дважды плюс k квадрат, плюс k квадрат, в силу от x, равно нулю. Ну, кстати, обратите внимание, что, вот, в основном случае v равно нулю, просто, а такое движение, свободное движение, v равно нулю, тогда e отсюда будет равно h квадрат k квадрат на 2m, h квадрат k квадрат на 2m, и k какой смысл будет иметь волнового вектора, просто, волнового вектора. Ну, в одномерном его варианте. Ну, если, правда, да, это сохранится для случаев, если v меньше e, тогда правая часть будет положительная, и вообще, как квадрат уместно писать. Но если e будет лучше v, ну, тогда здесь будет минус, и очень понятно, тогда как квадрат будет отрицательно, и как мнимус должно быть. Ну, разберемся еще. Итак, наше уравнение переписалось вот в таком виде. И вот теперь давайте рассмотрим два случая, два случая. Первый случай а. Итак, первый случай а. e больше v, то есть k квадрат у меня тогда больше нуля, k квадрат больше нуля. Ну, и давайте посмотрим решение, и уравнение, это очень простое. Смотрим решение. Ну, мы с вами уже говорили, что такие простые дифференциальные уравнения имеют простые решения, либо степень, либо экспоненты, так? Ну, степень здесь явно не подойдет, то есть psi от x, как степенная функция, явно не подойдет. Значит, экспоненты. Экспоненты, ну, экспоненты тоже разные бывают. Экспоненты, мы с вами говорили, которые x содержат, ну, с каким-то коэффициентом, там, там, показатель, x пока, скажем так. Ну, вот давайте x, то есть e в степени, ну, скажем, какая-то константа, да, x проверяем, да, константа, ну, скажем, а я его обозначу пока. Значит, беру вот эту вторую произволную, я получаю, значит, a квадрат, да? Нет уже экспоненту снова. Вот. То есть у меня получается, что a квадрат плюс k квадрат в этом случае должно быть равно нулю, так? a квадрат плюс k квадрат должно быть равно нулю, и в результате k квадрат у меня будет. Итак, я получаю, вот давайте я выбираю решение, сил x вида e в степени ax. Так, тогда я получаю a квадрат плюс k квадрат должно быть равно нулю, ну, легко видеть, что тогда у меня проще всего a взять в мнину, да? Ну, и отсюда смотрим, каким мнину, это плюс-минус i, k. Итак, e в степени плюс-минус i, kx. Вот я устрою. Ну, я получаю быстренько нашел. e в степени плюс-минус i, kx. Ну, правда, этот плюс-минус i, kx, можно было бы поставить один плюс. Но, как выбирать положительным или отрицательным, все равно у меня здесь k квадрат введено, да? Ну, кстати, давайте договоримся, чему соответствуют вот эти две экспоненты e в степени плюс-i, kx. k положительный скажем, e в степени минус-i, kx. k положительный, k. Но они соответствуют плоской волне, двигающейся одна плюс-i, kx слева направо, положительное направление с x. А e в степени минус-i, kx повторяю, предположительным k. Вот соответствуют обратному движению. То есть эти две экспоненты. Итак, решение я практически нашел в этом случае. Вот оно. Ну, или общее решение тогда, c от x, я должен написать следующим образом. Это комбинация этих двух решений будет, да? Двух экспонентов, вернее. То есть это значит надо c плюс на e в степени и, kx, плюс c минус на e в степени минус и, kx. Вот такого вида писать решение. То есть это комбинация двух плоских волнов. Комбинация двух плоских волнов. Ну и, собственно, сама по себе каждая из этих плоских волнов может быть решением. Ну и их комбинация тоже. Кстати, эти комбинации включают что? Скажем, если c плюс и c минус одинаковые, так? Тогда это будет косинус к x. Это стоячая волна, такая стоячая волна косинус и дальность. Но если c плюс и c минус, разный знак будет иметь просто, да? Значит, это будет синус к x, тоже стоячая волна, ну синус и дальность. Просто сдвинутые по фазе косинус и дальность волны. Итак, самое главное, что это будут решения. Вот в этом случае e... А, нет, я почему здесь нотичь написал? e больше v должно быть, да? Вот так. А, самое главное, что в этом случае мы имеем дело с решениями типа плоских волнов, движущихся слева направо, либо справа налево, либо их комбинацией. Итак, вот это надо запомнить. То есть это что означает? Это означает, что если у меня энергия вот здесь больше нуля, в данном случае, да? То решение будет вот такого вида. Для области и один, и два, и три. Они все будут такого вида. Ну, ясно, что коэффициенты, правда, c плюс, c минус могут быть разными, в разных областях. Идем дальше. Теперь второй вариант. e меньше v. e меньше v. b вариант. b вариант. e меньше v. Ну, тогда как квадрат у меня будет отрицательным и не очень-то хорошо, я тогда делаю перенормировку вот такого типа. Смотри-ка, k я заменяю на kappa, kappa. А kappa определяю следующим образом. kappa квадрат равняется, ну, просто меняем тогда здесь, да? Значит, это будет тогда h. 2m на kappa квадрат, vm на kappa квадрат, v минус e. v минус e. Ну, и как будет сейчас выглядеть решение? Ну, легко догадаться, значит, все будет очень похоже, мы экспоненты получим. Но только экспоненты без ни на единички, показателей. Итак, решение наше си от x равняется e в степени плюс-минус kappa x. e в степени плюс-минус kappa x. Ну, действительно, берете производную, вы получаете kappa квадрат плюс k квадрат. Капа, вернее, наоборот, здесь у меня не происходит факт. Здесь будет kappa квадрат, а здесь я k квадрат обозначил минус kappa квадрат. Все, 0. Итак, это две экспоненты, но kappa сейчас у меня, я выбираю kappa больше 0. kappa больше 0. Что это за решение? Ну, это решение, которое, видите, в зависимости от знака плюс или минус, ну, и в зависимости, конечно, от той точки, от которой мы отсчитываем x. Вот. Они будут соответствовать либо экспоненте растущей, либо экспоненте падающей. То есть они будут соответствовать либо экспоненциальному возрастанию функций, либо экспоненциальному спаданию функций. Понятно, что в общем случае, опять же, я должен решение выбирать в виде, это вот у меня частные два решения, в общем случае решение будет выглядеть так, это будет c. Ну, давайте я по-другому, не c, а как-нибудь другую. Кассанту веду. Так, ну, какую здесь скажу. Так. Давайте я по-другому введу. c плюс беру. e в степени k по x плюс c, вот так вот, на e в степени минус k по x. Я другие буквы не хочу здесь вводить. Здесь c плюс, c минус, или здесь c плюс, c минус. Ну, соответственно, коэффициенты, вот из каких соображений их искать, эти коэффициенты? Ну, поскольку, поскольку, видите, мы имеем дело с кусочным постоянным потенциалом, то у нас возникают некие границы, где потенциал меняется. Очень ясно, что на этих границах функция должна быть непрерывна. Итак, мы требуем непрерывности функции. Непрерывности функции. Это означает, что нам нужно будет сшивать решение на границе. Сшивать решение на границе. Как это будет выглядеть? Ну, посмотрите, вот я прямо напишу. Здесь для нашего случая граница 1 и 2. Значит, эта точка x равняется минуса пополам. x равняется минуса пополам. Итак, для нашего случая я напишу вам следующее условие. Сшивание решения. Сшивание решения из разных кусков, как бы, из разных областей. В C1, значит, x стремится, это я иду вот срежу, так, так, там учат минус а пополам, я напомню. Минус а пополам, минус а пополам, должно равняться в C2. 3x стремящимся к минус а пополам. Ну, только здесь ясно, что идет стремление слева. Слева, ну, можно написать минус а пополам, минус 0, да, как мы туда пишем. А здесь справа, значит, надо было взять x стремиться к минус а пополам плюс 0. То есть, с той стороны. Ну, и точно так же я должен написать еще условие сшивания на границах 2 и 3. То есть, в C2, x стремящуюся к а пополам, должно равняться в C3, ну, то же самое, x стремящуюся к плюс а пополам. Вот таким образом сшиваются решения. Сшиваются решения. Ну, и кроме того, что вы должны еще учитывать? Во-первых, нормировку функций. Нормировку функций. Ясно, что нормировка функций тоже будет накладывать условия на коэффициенты. Ну, и второе, вы должны помнить, что у вас неопределенность фазы всегда остается еще. Неопределенность фазы. Поэтому, на самом-то деле, на коэффициенты C, когда вы начнете решивать, будут накладываться достаточно много условий. Но до конца эти коэффициенты все равно точно неопределимы. Остается неопределенность фазовая. Вот, она, кстати, не даст вам их точно задать до конца. Итак, вот примерно, так сказать, ход, общий, общий ход решений. Любой задачи на вот такой лоскутный потенциал, точно постоянный потенциал. Ну, а сейчас давайте мы с вами решим задачу для бесконечно глубокой ямы. Да, есть еще. Итак, первая задача. Бесконечно глубокая, прямоугольная, одномерная яма. Бесконечно глубокая, прямоугольная яма. Бесконечно глубокая. Ну, я, первая, височку, 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 височку. Итак, здесь вот X. Здесь VLX. Ну, я, собственно, рисовал. Вот, у меня ямка. Бесконечно глубокая. Значит, в области 1, 2 область ямы, область 3. Значит, я потенциал должен расписать. Потенциал. Значит, здесь у меня A. А, то есть, ширина ямы. Яма симметричная. Ну, кстати, на самом деле, эту точку, начало 0, да, вы можете выбрать не обязательно в центре ямы, а можете выбрать как-нибудь, скажем, в этом месте или в этом месте. Ну, понятно, что в этом случае вы себе сами усложняете задачу. Это самый оптимальный выбор начала отсчета здесь. То есть, в этом случае сразу у вас потенциальная яма симметрична. Вот, можно воспользоваться, плюс 8, а симметрия. Итак, идем дальше. Значит, области, пишем, V1 равняется V2, V2, вернее, V3, V3 равняется 0. О, вернее, бесконечность, я же бесконечную глубокую яму взял. То есть, вот в этих областях бесконечный потенциал. Положительный, безусловно. Ну, а в области 2, V2, вот так как раз 0. Вот таким образом мы задаем потенциал в областях 1, 2 и 3. Ну, теперь смотрим решение. Значит, я энергию беру в интервале от 0 до бесконечности. От 0 до бесконечности энергии беру. Итак, G. От 0 до бесконечности. Ну, понятно, что в областях 1 и 3 это соответствует решению второго типа. Потому что там будет бесконечность, да? Второго типа. Это решение вот затухающей или взросающей респондента. Но дело в том, что здесь потенциал бесконечный. И поэтому фактически решение упрощается в данном случае. Упрощается. Ну, действительно, посмотрим уравнение шейника. Давайте я вот здесь немножечко его еще раз вот предведу. Равняется G. Пси. То есть, Е у меня конечная какая-то энергия, да? В операторе Габинтона слева в потенциальной энергии бесконечность для областей 1 и 3. Ну, что это означает? Решение какое-то, все равно нулю, конечно. Все равно нулю. В этом я сразу же могу сказать, что в областях 1 и 3. Единственным решением... Ну, кстати, это что означает? Экспоненту можно оставить решение. То, во-первых, выбрать Е в степени минус КПАХ для этих областей, или Е в степени плюс КПАХ. В зависимости от того, где вы смотрите решение, либо в области 1, где Х отрицательный, либо в области 2, и отрицательный, где Х положительный. То есть, короче говоря, мы спадающим выйдем на этот экспонент. И КПА, естественно, надо будет полагать равным бесконечности. Потому что КПА через В минус Е выражается, а В бесконечности равно. Поэтому все равно, значит, вы должны решение, еще раз, давайте я нарисую в этих областях решение, как это выглядит. Значит, здесь Е в степени минус КПАХ, вот в этой области, да? Но КПА стремится к бесконечности, да? Здесь, здесь, так как я, у меня Х здесь отрицательный, да? Х отрицательный. Здесь Е в степени минус КПАХ я тоже оставляю, или можно писать Е в степени плюс КПАХ, но если я пишу Е в степени минус КПАХ, тогда КПА надо устремить к минус бесконечности. Все, и то есть это фактически будет соответствовать тому, что в этих областях у вас области 1 и 3 просто ПСИ вот, то есть это означает, что вы из ямы никогда не выберетесь в область вне ямы. То есть вне ямы попасть и вы просто никогда не сможете, потому что волновая функция там всегда равна 0. А вот в области 2 остается только, область 2. Я в том, что в области 2 у вас дно ямы В равно 0, и здесь при любых энергиях у вас Е больше 0. Значит, внутри ямы сохраняется решение, то есть это область 2, решение С от Х у вида Е в степени плюс-минус И КХ, где К сразу можно написать, К равняется, ну или К квадрат, мы с вами написали, К квадрат 2м на Ах квадрат, и Е. В это родную нулюзию, да, Е. Ну или, это же можно по-другому записать, так, чтобы показать, что, зная К, мы сразу энергетический спектр найдем. Е равняется Ах квадрат, К квадрат, на 2м. Ах квадрат, К квадрат на 2м. То есть, К будет определять энергетический спектр. Вот частные решения здесь в этой области. Кстати, обратите внимание, что вот эти экспоненты Е в степени И КХ, они не являются функциями нечетными, не нечетными. Они не имеют определенной четности. А мы с вами только что говорили, что поскольку здесь потенциал симметричный, то фактически решение уровня нечетного я могу разбить на четные и нечетные решения. Четные и нечетные решения. Это очень удобно. Ну, так же давайте заранее сразу же разобьем или будем искать решения, как четные или нечетные. Итак, смотрим из двух экспонентов как построить четные и нечетные решения. Ну, понятно, это косинус и синус. Каждый у нас четные, а синус нечетные. Итак, я пишу эти два решения для области 2. Пси, Ж, четные решения. Зачем, то взять просто комбинацию из этих вот двух экспонентов плюс и минус с одинаковыми коэффициентами, с одинаковыми множителями. Сейчас пишу здесь коэффициент С, Ж. Ну, и комбинацию Е в степени, ну, чтобы мне подавлю эту двойку еще не писать, я сразу возьму эту комбинацию, ну, косинус К, КХ фактически, да, и двойку сюда включу статус, косинус КХ. Вот такого типа решения. Ну, правда, я К не знаю пока еще. И нечетные решения, С, Точно так же давайте, это надо взять разность экспонентов, чтобы синус получить. С, У на синус КХ. Вот как будут выглядеть решения, четные и нечетные. Четные и нечетные. Ну, теперь, что мы должны сделать? Шить решения на границе. Видите, за пределами ямы у вас ноль, не активизировать.